Пять часов на одном дыхании. Так, один из участников оценил межвузовскую научно-практическую конференцию «Современные вызовы в сфере спорта. Проблемы теории и практики спортивного права», которая прошла в онлайн-формате 9 декабря. Студенты из разных российских вузов обсудили важнейшие правовые проблемы в сфере спортивного права. Организаторами конференции выступили Санкт-Петербургский государственный университет, юридический факультет МГУ и Российский международный олимпийский университет. Сегодня демонстрируют с собой участие 15 университетов, их филиалов и образовательных программ, 26 участников. При этом расширяя как раз географию, мы видим, что это на самом деле, конечно, очень важный аспект, что к спортивному движению, именно к исследованию спортивного права присоединяются новые образовательные организации, с которыми ведущие центры в области спортивного права, которые выступают организаторами этого мероприятия, всегда готовы делиться своим опытом, разумеется. На повестке дня актуальные вопросы, которые открывают спорт с новой стороны. Речь шла не только о судебной практике. Спикеры, например, обсудили влияние коронавируса на правовое регулирование спорта, трудности определения спортивного режима, проблемы существующих наказаний за допинг и случаи оправдания его применения. В первом случае, в случае мотогонщика, орбитры сказали, «Дружище, если ты хочешь снизить свой срок дисквалификации, ты должен нам представить максимально убедительное доказательство, как вещество попало к тебе в организм». То есть на спортсмена, по сути, возложили обязанность доказать источник попадания в его организм, в его адаптную пробу запрещенной субстанции. Он этого доказать не смог, с надлежащей, по мнению арбитров убедительностью, ему сказали, нет, четыре года дисквалификации. Второй случай. Австралийка, Шайна Джек. Она сказала, ну, ребята, честно вам могу сказать, не могу установить источник, но вот как-то он оказался, могу только сказать, что намеренно не употребляла. Там ее описали просто, ну, очень положительно, что она с детишками общается и вообще в целом положительный человек и так далее. И орбитры ее посчитали самым убедительным свидетелем за 20 лет практики. Говорили также о рекламных контрактах и роли спортивных федераций в отношениях спортсменов и спонсоров. К тому же в ходе дискуссий затронули проблемы правового регулирования киберспорта, которые с каждым годом становятся все популярнее. Разработаны определенные виды правовых норм, которые регулируют сферу киберспорта. И в связи с этим мы полагаем, что необходимо регулировать на всеобщем уровне, что киберспорт, во-первых, в России признан в качестве спорта, и он был в 2016 году приказом Минспорта России от 29 на 4 до 16 года номер 470 признан в качестве официального вида спорта. Также, как было отмечено, всевозможные ковидные ограничения популяризировали киберспорт в массы, потому что спортивные соревнования не проводились, и многие, скажем так, за неимение монола обращались к видам спорта, к компьютерному спорту. В связи с этим у нас увеличилась достаточно аудитория, которая заинтересована, скажем так, в зрелищных мероприятиях, которые обратились к стриминговым сервисам. Но все-таки особое внимание было уделено футболу. Участники конференции рассказали о финансовых обязательствах клубов, трансферной системе и развитии цифровизации, ответственности клубов за нарушение болельщиков. Было бы правильнее учитывать болельщиков как субъектов нарушения, но, возможно, проблема стоит в том, что часто клубы сталкиваются с проблемой идентификации того нарушителя, чьи действия могли повлечь наложение штрафа. И, возможно, тут нужно будет учитывать опыт проведения и использования так называемых фан-айди, которые позволяют идентифицировать нарушителя и привлечь его к ответственности. Спасибо, коллеги, за внимание. Это совершенно не уровень студенческой дискуссии у нас получился. Все получилось намного интереснее. Конечно, благодаря замечательным модераторам Сергею Алексеевичу Илье Аксанычу, вы тоже очень хорошо и очень правильно направляли эту дискуссию. И вообще Санкт-Петербургский университет просто на высочайшем уровне провел это мероприятие. Молодцы, спасибо огромное, организовали замечательно. И я не знаю, как там действительно дальше у нас все сложится, будем ли мы поддерживать этот электронный формат или вернемся к очечным встречам. Если это будет точно, то мы, конечно, с удовольствием предлагаем и площадку юридического факультета, и нашу сочинскую площадку. В Сочи вообще хорошо, там всегда тепло, красиво, море, солнце. Идею провести следующую межвузовскую конференцию по спортивному праву в Сочи поддержали все участники. А пока решено подготовить сборник за докладами конференции, для того, чтобы с ними могли ознакомиться все желающие. Следите за новостями на сайте СПБГУ. Леонид Сфериденко, Вячеслав Макаров, Медиа-центр, СПБГУ.